Всем доброй ночи! Вы знаете, друзья мои, есть ритуалы, которые мои. Есть ритуалы, которые только мне подарены, больше нигде их невозможно найти. Они тоже считаются моими, я так считаю, потому что если это мне подарено, то автор этого всего я. Поскольку я это улучшаю, исправляю или в том же виде, как есть, представляю публике. В любом случае, это моё. Я имею на эти ритуалы свои права. И те работы, те ритуалы, которые идут от моих бабушек, прабабушек, наши семейные и прочее, прочее, это тоже мои ритуалы. Я очень много дарила ритуалов моей прабабушке. Я говорила, что с материнской стороны у меня бабушка грузинка. И, естественно, очень немало я знаю и касаемо грузинской магии, которую очень сильно, как и любая магия, да, в руках мастера. Поэтому то, что я дарю своё, либо моих бабушек, либо нашей семейной, либо то, что мне давали люди в разное время моей жизни, люди, которые были мне наставники, либо люди, которые случайно встретились и захотели со мной поделиться своими знаниями и прочее, это всё считается моё. Я автор всего этого и владелец полноправный, имею полное право на них. Если этих ритуалов больше нигде нет, а их нигде нет, то это моё. Это так, к сведению, на всякий случай. Я, как вам обещала, что в этом году будет очень много другого, нового, того, чего вы ещё не видели, но я буду постепенно их дарить вам. Я, собственно говоря, своё слово держу. Как обещала, так и делаю. Некоторые заговоры, ритуалы я дарю вам именно в том качестве, которым они есть, не переводя. Потому что есть вещи, которые срабатывают лучше, когда ты их не трогаешь. Вот именно как есть, так и читаешь. Сейчас я вам подарю... Извиняюсь. Грузинский ритуал, это идёт со стороны материнской бабушки. Перекрёсток судьбы называется. Когда у человека какие-то вечные бедствия, катастрофы непонятные, какие-то проблемы непонятные, откуда взятые и прочее, то брали четыре свечи, начитывали, вызывали определённую силу, зажигали их. И перевод примерно такой. «Стою на перекрёстке судьбы, зову древние силы, прошу, заклинаю». Первой свечой бедность свою сжигаю. Второй свечой страхи сжигаю. Третьей свечой беду призываю. Четвёртой свечой удачи, удачу восстанавливаю. А потом приводится как бы древнее заклинание, вызов древних ведьм. Четыре ведьмы пришли, узнали, услышали, что попросила, то исполнили. «Судьба благословила», «Бог услышал и помог» и так далее. Здесь Бог, поскольку это все дохристианские, скажем так, заговоры, здесь Бог совершенно не христианский переводится и приводится. Здесь Бог Верховный, тот Отец Бог, который создал всех других паков. Поэтому в таких заговорах слово «Бог» пусть не будет воспринято вами как христианский Бог. Древний Бог, древняя сила. Нужно это четыре раза повторять. Первый раз, когда вы зажигаете, спокойно, как бы я сейчас всё это покажу, потом, естественно, как всегда, Яна очень быстро, она настолько, не просто быстро это всё набирает, она ещё и находит, если это армянский ритуал, она находит и армянские слова и прочее. Согласитесь, творческий подход. Многие, конечно, очень ревнуют меня к ней. Очень многие хотели её место занять в этом всём процессе. Но никто себя не проявил, как она. Поэтому те, которые очень хотели бы быть, как она, да, задайте себе вопрос, а вы способны были на такие же поступки, достойное поведение, на такую же работоспособность, преданность, вот это вкладывание всей души в мои труды? Вы хотите быть на её месте, но вы не готовы так же себя вести и так же делать, как она. Это я имею в виду, что касаемо книг и прочее, прочее. Много же было желающих и дизайн книг моих оформить, и даже карты мне создать. Очень много. Где они? Своё не получили и убежали. А вот знаете, что с Яной я до того, как мы с ней вообще начали сотрудничать, почти полгода с лишним, я даже не отвечала на смс, времени не было, несколько раз написала я. Потом, напомните, она мне хотела подарить книгу теней. Но при этом всём она не обиделась и не побежала в какие-нибудь говногруппы. Представляете? Она терпеливо ждала и по-человечески отнеслась и поняла мою занятость. Время показывает, кто есть кто, а кто никто. Ну, не будем об этом. Итак, Яна обязательно, я уверена, что она напишет и правильно всё это как бы расставит. Я, если что, ей скажу, как эти слова правильно записать, чтобы не сбиться. Читать нужно четыре раза. Весь процесс я сейчас в данный момент вам покажу. Отлично помогает, открывает. После того, как вы это сказали, свети должны догореть. Когда ваша проблема решится, отнесите кусок хлеба и оставьте где-нибудь под деревом. Кусок чёрного хлеба. Отвернитесь, уходите, ничего не говорите. Начнём. Да, ещё раз напомню, меня спрашивали на всякий случай мои последние ролики в УДУ. На каком языке они написаны? На креольском? Нет, на креольском языке обычно издаются книги в УДУ, и многие авторы издают на креольском языке. Это язык суахили. На суахили говорят в Кении, в Судане, в Мозамбике. Это самый распространённый язык в Африке. Суахили. Это на языке суахили, и это не креольский язык. То есть это к ВУДУ, которая практикуется санторейской магией. Как правило, многие книги именно санторейской ВУДУ. А вот язык суахили, именно африканские заклинания, заговоры, я ещё не встречала. Так вот это язык суахили, если кто не знал. Текст переводится прошлого заговора, оздоровления, примерно так. Просьба к духам, к силам, чтобы духи передали богам, а боги дали оздоровление моему телу, моим рукам, ногам и так далее. То есть вот примерно так. Африканская магия, она очень аскетична и построена на простых выражениях, но эти простые выражения очень хорошо могут помочь. Я почему не перевожу, просто я считаю, что нет смысла каждый раз переводить. Вы прекрасно знаете, что я обязательно вам подарю то, что вам поможет. Достаточно моих слов. Если я вам говорю, о чём это, этого достаточно. Перевод не обязательно. Если вам очень нужен перевод, вы переживаете и сомневаетесь в чём-то, тогда вообще не делайте их лучше. Да и всё, собственно говоря. Я так считаю. Если я сказала, значит так и есть. Делайте, получите результат. Не сделайте, не сделайте. Это ваше право. Но как я считаю, так я и буду выставлять и снимать. Я не считаюсь с желанием всех подряд. Я делаю так, как я считаю правильным. Начнём. Я не знаю, что я не знаю. Добро пожаловать в санте лит. Сихари пе, дачу езж. Меоуре санте лит, шиши 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 дачу езж. Ахали, махали, отхиджадо, зекали. Мовитнен, дамимцес. Рацмойтхава. Эгрейхус. Произнашу медленно, чтобы вы запоминали интонацию. Примерно. Не обязательно, чтобы вы точь-в-точь, прямо копию, как я сказала, так и произнесли. Еще раз скажу. После того, как вы это зажгли, читайте еще три раза, чтобы получилось четыре раза. Меоуре санте лит, шиши дачу езж. Меоуре санте лит, шиши дачу езж. Мезаме санте лит, бедит дамбрунтез. Меоуре санте лит, синдитрэ дабрунтез. Идет холод по телу, по позвоночнику, и много могут дрожать руки. Оставьте догореть. В конце откройте окно, чтобы это все улетело. И через некоторое время ваши очень нерешаемые проблемы решатся. Еще раз повторюсь. Если есть люди, на которых просто закрытие дорог, то, естественно, нужно обращаться к человеку, который это откроет. Но если у вас уже открыто, если у вас нет таких страшных проблем, вы можете попробовать себе помочь этим. Если какие-то задержки по работе не выплачивают, вам выплатят. Если какие-то страхи перед судом, ну, если это не срок, естественно, а такие неурядицы мелкие, они решатся. Если есть человек, который вам не нравится или преследует на работе, мешает, надоедает, этот человек отстанет. Удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!